Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Почему независимые астрономы уверены, что Луна может оказаться не спутником нашей планеты, а огромным космическим кораблём? Она может служить огромным передатчиком связи в нашей Солнечной системе. Какими технологиями обладали древние цивилизации? Идеальный вертолёт, причём с вырезом таким, как бы, на своём брюхе, явно для перевозки грузов. И почему нам заново пришлось изобретать колесо? Это 16 тысяч лет назад, ориентировочно. В результате падения крупного планетоида, как раз в район Тихого океана, произошло сильнейшее землетрясение, пролом Земли. Климат на нашей планете стремительно меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Много лет климатологи утверждают, что процесс этот неизбежен, но изменения будут занимать сотни лет, так что живущим сегодня беспокоиться не о чем. Однако о том, что с общепризнанной теорией что-то не так, учёные начали говорить ещё несколько лет назад. Причина тому проста – погода за окном. Она категорически не вписывается в научную теорию. Например, в далёкой и солнечной Перу уже несколько лет подряд температура опускается ниже нуля, и эту экзотическую страну засыпает сугробами. В Австралии, напротив, плюс 50, и это уже норма. Да что там Австралия? Ещё раз посмотрите вот эти кадры. Наш Дальний Восток переживает невиданное со времён ледникового периода наводнение. Сотни населённых пунктов Хабаровского и Приморского края. Якутия и Преамурья оказались под водой. Учёные теряются в догадках, откуда такое количество влаги и почему именно сейчас. Официальное объяснение – глобальное потепление. Верхние слои атмосферы разогреваются до невиданных за всю историю планеты температур и обрушивают на нашу родину нескончаемые проливные потоки. Но это, по мнению учёных, только начало. Анализ климатических условий недавно заставил учёных выступить с тревожным прогнозом. Из-за стремительного изменения климата на территории современной Сибири может установиться сухой и жаркий климат. «Через 50 лет мы можем иметь в Сибири пустыню с раскалёнными барханами». Это утверждение, которое выглядит абсолютной фантастикой. Прямая цитата из недавнего выступления ведущего научного сотрудника Института биофизики клетки Российской Академии Наук Алексея Корнаухова. «Если этот сценарий сбудется, неизбежна не только экологическая, но и экономическая катастрофа». Ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ Юрий Баду утверждает, что вся инфраструктура Сибири рухнет. Экономические последствия, таяние, мерзлоты могут оказаться неутешительными. Инфраструктура, здания, сооружения, коммуникации, линии подвергается деформациям и постепенному разрушению. Они построены с учётом мёрзлого состояния грунтов, на которых они стоят. Получается, что на месте Российской Сибири появится выжженная пустыня, где вместо заснеженной тайги будут песчаные барханы. И хотя в это трудно поверить, данные наблюдений за температурой говорят, что этот процесс уже начался. За последние 30 лет среднегодовая температура в Сибири увеличилась на 2,5 градуса. Вроде бы не очень много, но в целом по планете за 100 лет температура поднялась только на 0,5 градуса. Климатологи бьют тревогу. В ближайшие десятилетия не только Сибирь, но и вся Земля разогреется до состояния, когда начнут стремительно таять арктические льды. Мегатонны талой воды поднимут уровень мирового океана, и тогда половина городов мира уйдёт под воду. Не будет Венеции и Нью-Йорка, Неаполя и Лондона. Парниковый эффект накроет планету, и невиданная жара сделает нашу жизнь невыносимой. Правда, такой печальный сценарий развития событий поддерживают не все учёные. Ряд авторитетных климатологов утверждают, что наука пока не владеет достаточными знаниями о закономерностях развития Земли. Поэтому сценарий пока остаётся непредсказуемым. Сейчас очень модно говорить о том, что изменится политическая карта мира, потому что некоторые страны из-за катаклизмов перестанут существовать. Конечно, климат меняется, но я бы не стал делать таких апокалиптичных прогнозов. Мы слишком мало знаем о климате нашей планеты. Маятник может качнуться в любую сторону. И мы, к сожалению, пока не в силах это просчитать какими-то научными методами. Почему на Земле резко меняется климат? Чем это объяснить? Многие исследователи утверждают, что всё это из-за потепления климата. Однако некоторые исследователи уверены, что одним потеплением климата это не объяснить. И выдвигают свою фантастическую, но очень красивую версию. Во всём виновата Луна. Пока это не доказанный факт. Это лишь версия. Но она имеет право на жизнь. Никто из учёных не станет спорить, что Луна играет огромную роль в жизни Земли. Что от неё зависит многое на нашей планете. И я думаю, что без влияния Луны тут не обошлось. Природные катаклизмы последних лет вполне могли быть вызваны странной лунной активностью. Эта версия, конечно, весьма экзотическая. Но многие исследователи уверены, что именно этим объясняется в последние годы жгучий интерес к спутнику нашей Земли. Только за 10 лет к Луне были отправлены автоматические зонды Индии, Китая, Японии, Германии, Франции и США. Мало того, американское аэрокосмическое агентство НАСА вообще решило возобновить программу по исследованию Луны. Уже в сентябре этого года американская ракета-носитель «Минотавр-5» запустит на Луну исследовательский аппарат, который сначала изучит состав и особенности атмосферы небесного тела, а затем опустится на его поверхность, где возьмет пробы грунта. Когда мы запустим Ладди, он выйдет на орбиту Луны, изучит, из чего состоит ее атмосфера и как она меняется со временем. Также он попытается понять, поднимается ли пыль с поверхности. Жгучие интересы следователей Луны вызывают и странные явления, которые наблюдаются на спутнике нашей планеты с самого начала его изучения. То, с чем столкнулись американские астронавты, побывавшие на Луне, кажется фантастикой. Вот что рассказывал астронавт Эдвин Олгрин, известной летчице, герою Советского Союза Марине Попович. Олгрин говорит, меня сопровождала тарелка, просто тарелка сопровождала. Шар этот летел воздушный, шар такой необъяснимый. Уже ближе к Луне подлетали мы, и это сопровождение было. Он сказал, что при взлете, при взлете на Луну меня сопровождал объект, ближе туда подлетая к Луне уже, видимо, на орбите Луны. С кем на Луне столкнулись американские астронавты? Один из астронавтов рассказал, что его при прогулке по Луне всегда сопровождало что-то. Зачем сотрудники НАСА неожиданно потеряли 700 особо ценных лунных бобин? Пленки исчезли, оригиналы исчезли. По сути, вся космическая программа и СССР, и США начала сворачиваться. Почему независимые астрономы уверены, что Луна может оказаться не спутником нашей планеты, а огромным космическим кораблем? Она может быть служить огромным передатчиком связи в нашу Солнечную систему. Еще в начале 70-х мир впервые узнал о том, что американские астронавты на Луне столкнулись с неизвестной цивилизацией. Микробиологи и генетики наперебой выдвигали гипотезы о том, как может выглядеть лунная форма жизни. Правда, все это считалось научной, но все-таки фантастикой. И только недавно выяснилось, у этой фантастики были вполне реальные основания. Это стало очевидным, когда в архивах НАСА обнаружили вот эту пленку. Астронавты Нейл Армстронг и Баз Олдрин передают с Луны. Это гигантские шары. Они приближаются. Нет, нет, это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнений. Управление полетом. Центр Хьюстона. Аполлон-11. Что у вас происходит? Опишите, что вы видите. Астронавты. Они здесь, рядом с нами. Слишком яркий свет. Ничего не видно. Центр Хьюстона. Что там? Центр управления вызывает Аполлон-11. Центр управления вызывает Аполлон-11. На пленке отчетливо слышно, что экипаж космического корабля столкнулся с чем-то необъяснимым. Правда, очень скоро эта пленка почему-то исчезла. Пленки исчезли, оригиналы исчезли. То, что было на самом деле. Что контакт был. И что контакт был поначалу, скорее всего, нейтрально дружественным. Потом мы предприняли что-то, что как бы истолковано как враждебное намерение. И с этого момента, по сути, вся космическая программа и СССР, и США начала сворачиваться. Поразительно. Но в ходе второй высадки человека на Луну, американские астронавты тоже столкнулись с тем, что объяснить с точки зрения науки было невозможно. Когда Аполлон-12 приблизился к земному спутнику и сбросил на его поверхность модуль, произошло невероятное. То, чего не ожидал никто. Какой-то толчок к Луне. То на Земле он достаточно быстро затухает. А там вдруг получалось, что не затухает. И тогда было непонятно, почему. Почему тогда американцы сбросили ступень, чтобы уж грохнуть-то грохнуть. Луна звенела, будто колокольчик, еще около 40 минут. А сейсмические устройства зарегистрировали длительность вибрации. 3 часа 20 минут. Получается, что у нашего спутника необычайно легкое ядро. Но почему? Именно тогда впервые была выдвинута сенсационная гипотеза о том, что Луна внутри пустая. А это давало самый широкий простор для научных фантазий. Если она пустотелая, то есть она может служить огромным передатчиком связи в нашей Солнечной системе. Не только как мы используем приемники на спутниках и передатчиках, а сам объект Луны имеет огромное значение для самих инопланетян. То есть сама планета является передатчиком. Таким образом, гипотеза великого русского мыслителя Константина Циолковского о том, что человек во Вселенной не одинок, получила еще один весомый аргумент. Потому что если Луна внутри полая, значит, по мнению некоторых ученых, она чисто теоретически может быть чем угодно, даже искусственно созданным объектом. А раз так, то по всему получается, что человек вторгается на территорию, где, возможно, уже были хозяева. Ведь существует немало признаний астронавтов в том, что они постоянно чувствовали чье-то незримое присутствие, как будто кто-то ведет за ними пристальное наблюдение. Относиться к этим признаниям можно по-разному, но и пренебрегать ими, наверное, было бы неразумно. В 1972 году на Луне побывал Аполлон-17. По официальной версии, это была шестая и последняя экспедиция. В НАСА заявили, что Луна изучена и больше не представляет интереса для исследований. И это при том, что на лунную программу из бюджета страны американское правительство выделило 25 миллиардов долларов. В пересчете на современный курс доллара, это астрономическая сумма. Приблизительно 135 миллиардов. Любопытно, но эти баснословные суммы, выделенные на исследование Луны, даже не были полностью израсходованы. Ведь предполагалось, что лунная программа будет рассчитана как минимум на 15 лет, а продлилась она всего 3 года. Но если деньги на освоение Луны были, тогда почему все исследования были закрыты? Некоторые исследователи выдвигают поистине фантастическую гипотезу. Они утверждают, что американцы свернули программы Аполлон, потому что пришли к выводу, дальнейшее изучение Луны просто небезопасно. Потому что кто-то невидимый и могучий следит за нашими попытками вторгнуться на территорию Луны и очень этим недоволен. Именно это заставило ученых еще раз попытаться ответить на вопрос, а что же такое Луна? Итак, если верить общепринятой теории, то Луна появилась 4,5 миллиарда лет назад. Именно тогда гигантский астероид, по размерам сопоставимый с Марсом, врезался в нашу планету. В результате этого космического ДТП от Земли откололся огромный кусок. Он-то и завис на нашей орбите, превратившись в Луну. Первая катастрофа должна произойти, что это сближение Земли с какой-то большой непонятной планетой, тоже довольно массивной, которая либо прошла очень близко, либо даже чуть-чуть чиркнула по Земле и унеслась опять. И в результате кусок Земли, так сказать, был вырван и перешел на орбиту. Но вот ни при каких вариантах такого столкновения не получается, чтобы сформировалась Луна на такой орбите. Поэтому для этого сформировалось некое тело, которое находилось на нестабильной орбите. Для этого нужно было еще одно столкновение. То есть уже теперь в эту Луну должно попасть было еще какое-то тело, и тогда вот только Луна могла, как говорится, выйти вот на такую орбиту, на которой она сейчас находится. Это как бы для, даже с точки зрения науки, это очень сложное допущение, очень маловероятное. Еще одно доказательство тех, кто верит, что Луна – искусственное творение. Это лунная пыль. Исследователи утверждают, если бы Луна была обычным осколком нашей планеты, то на ее поверхности были бы настоящие сугробы из лунной пыли. По 20 и даже 30 метров в высоту. Ведь Луне, как утверждает официальная наука, почти 5 миллиардов лет. За такое огромное количество времени на Луне должны были осесть миллионы тонн космической пыли, и Луна должна была превратиться в огромный пыльный шар. Но этого почему-то не случилось. Как показали исследования Луны, эта толщина колеблется от 10-15 сантиметров до 3 метров. Представляет, безусловно, интерес тот факт, что за долгие миллионы лет бомбардировки Луны метеоритами вот такой слой пыли не накапливался на глубину нескольких, или, как предполагали, десятков метров, в которых утонет любой корабль, который прилунится на поверхность Луны. Но вот как раз вот тонкий слой реголита может и говорить как раз о том, что Луна появилась на орбите Земли сравнительно недавно. Почему древние астрономы в своих картах звёздного неба не описали Луну? Был период, когда на Земле, когда не было около Земли такого спутника, как Луна. Зачем спутник Земли нарушает все правила мироздания и поворачивается к нашей планете только одной стороной? Синхронизация, вращение Луны и вращение её вокруг Земли не может быть объяснена. Почему до сих пор не существует ответа, как появилась Луна? В самом наличии Луны и Земли есть некое противоречие, есть некая загадка, есть некоторая искусственность. И как сегодня учёные объясняют все лунные странности? Вполне возможно, что это обитаемый космический огромных размеров аппарат. В 10 веке до нашей эры, во времена китайских династий, звездочёты написали много трактатов о звёздном небе с описаниями всех видимых космических тел. Удивительно, но ни один из этих древних китайских астрономов в своих научных трудах ни разу не описал Луну. Как такое возможно? Сторонники теории искусственного происхождения Луны говорят, такое случилось потому, что Луны в те времена просто не было. Вообще был период, когда на Земле, когда не было около Земли такого спутника, как Луна. Существуют некие мифы, легенды в разных частях Земли, у каких-то аборигенов, коренных народов, которые говорят о том, что было время, когда Луны не было, и потом появилась Луна. И предположительно, это произошло в районе 15 тысяч лет назад. Луна была как-то притянута к Земле, причём такое появление массивного спутника не осталось без последствий для Земли, земная ось вращения качнулась. Земля сделала кивок, что породило вот эти вот предания о всемирном потопе. Версию о том, что Луна — искусственный спутник, то есть космический корабль, зависший на орбите Земли, можно было бы назвать смешной, нелепой и нелогичной, если бы не одно «но» — Маскона. Маскона — это уникальные объекты, расположенные прямо в поверхности Луны. Главная их уникальность заключается в том, что по составу они отличаются от остального состава планеты. Они намного плотнее, тяжелее, чем должны быть. К примеру, вся поверхность Луны состоит из реголита, смеси космической пыли и обломков горных пород. Это достаточно легкий материал, почти как керамзин. А вот Масконы — это огромные многокилометровые вкрапления, очень тяжелые и очень плотные, как, например, титан. Но и это еще не все. Исследователи предполагают, что вся поверхность Луны может состоять из таких тяжелых Масконов. Если это действительно так, то получается, что внешняя оболочка Луны и в самом деле похожа на обшивку космического корабля. Вполне возможно, что это обитаемый космический, огромных размеров аппарат. И он создан, может быть, только для каких-то определенных условий. От эвакуации с планеты Земля, тех существ, которые находятся на нашей планете, как в ковчегах, либо это огромная лаборатория и база. И вполне вероятно, что в одно прекрасное время эта база может стартовать и уйти в точку за пределы нашей Солнечной системы. Трудно объяснить и другую аномалию — диаметр Луны. Как так случилось, что Луна обладает правильным диаметром, который иногда позволяет ей полностью закрывать Солнце? Это происходит с точной периодичностью 63 раза в 100 лет во время солнечных затмений. Ведь будь у Луны диаметр чуть меньше, она закрывала бы половину или треть Солнечного диска. Там есть странности орбиты, у нее очень много. Например, первое — это то, что угловые размеры Луны и Солнца совпадают. То есть полградуса на небе мы видим Луну, и полградуса видим Солнце. Хотя Луна в 400 раз по диаметру меньше, чем Солнце. Но они на таких расстояниях, как говорится, стоят, что именно полностью перекрывают друг друга, имеют одинаковые угловые размеры. Вот в этом смысле, конечно, мы можем думать, что в самом наличии Луны у Земли есть некое противоречие, есть некая загадка, есть некоторая искусственность. Кроме того, чтобы солнечные затмения происходили, Луна должна находиться и на точно рассчитанном расстоянии от Земли. Расположись Луна, к примеру, чуть дальше, ей никогда бы не удалось в нужный момент затмить с собой Солнце. Но самое удивительное, никаких астрономических объяснений такому странному поведению нашего спутника нет. Ни гравитация, ни магнитное поле, ни космические лучи и солнечные ветры не могли на это никак повлиять. К тому же ни один спутник других планет не способен затмевать с собой Солнце. О том, что Луна, мягко говоря, очень странный космический объект, который существует по непознанным пока еще законам, поддерживает многие исследователи. Луна действительно не похожа ни на одно естественное небесное тело. Во-первых, это единственный спутник в Солнечной системе, который вращается вокруг своей планеты, то есть вокруг Земли, по идеально правильному кругу. Все остальные спутники Марса, Венеры, Юпитера, Сатурна имеют орбиту в форме эллипса. Мало того, период вращения Луны вокруг своей оси полностью совпадает с периодом ее обращения и вокруг нашей планеты. Именно поэтому с Земли видна всегда только одна сторона. Что происходит на обратной стороне Луны, не видно. Вращение Луны вокруг своей оси с исключительной точностью совпадает со временем ее оборота вокруг Земли. Вследствие чего мы видим, наблюдаем только 59% поверхности Луны, а остальное укрыто от взора землян. Вот эта синхронизация вращения Луны и вращения ее вокруг Земли не может быть объяснена вот этой вот гипотезы, так же, как и многие другие факты. Поэтому у целого ряда исследователей сформировалось представление о том, что Луна является искусственным образованием. А вот еще одно странное сооружение на Луне, которое не укладывается в общепринятую гипотезу о ее естественном происхождении. Присмотритесь внимательно. Вот эти темные пятна похожи на разрушенные обелиски. Их всего семь. Долгое время ученые утверждали, что они – результат естественных процессов в почве Луны. Но совсем недавно бывшему сотруднику НАСА удалось доказать, что это, скорее всего, не совсем так. Он создал трехмерную модель этих обелисков и получил невероятный результат. Оказалось, что все обелиски образуют собой правильные геометрические фигуры. Прямые углы, шесть равнобедренных треугольников и две оси, состоящие из трех точек каждая. Исследователи уверены, это может быть чем-то вроде сети антенн в сложном техническом устройстве лунного корабля. Если лунные обелиски – это действительно сеть антенн, то куда эта сеть направлена? Как это неудивительно прозвучит, но многие исследователи уверены, что эта сеть лунных антенн сканирует Землю. И направлена она в сторону египетских пирамид в долине Гиза. Египетские пирамиды – чудо света, великий памятник древней культуры, дошедший до нас из глубины тысячелетий. Казалось бы, с ним-то все ясно. Во всех учебниках истории написано, пирамиды – это усыпальницы трех фараонов 4-й династии, величественные надгробные памятники и больше ничего. Эти классические данные основаны на известном документе в Весткарском папирусе, который повествует о том, что фараон Хеопс решил построить себе усыпальницу, равное которой древний мир еще не знал. Однако, если рассматривать внутренние устройства пирамиды с точки зрения современных достижений физики, то возникает неожиданная картина. Например, когда однажды чертеж пирамиды Хеопса показали радиотехникам, не сказав, что это такое на самом деле, они, не задумываясь, ответили – это схема рупорно-линзовой антенны. Сразу какая-то возникает аналогия с пирамидой, как рупорная антенна – это первое, что возникает. У людей немножечко в радиотехнике разбираешься, в акустике, да, это первая аналогия возникает. То есть, и форма, да, об этом говорит, и расположение внутренних элементов. То есть, это точки фокусировки энергии. Если бы мы построили вот такой рупор, их и делают. Это рупорная антенна, и в этих точках располагаются приемники, либо излучатели энергии. Физик Андрей Вержбицкий просто поразился, когда увидел детальную схему пирамиды Хеопса. Почти так же выглядит чертеж современной спутниковой тарелки. Современная сверхвысокочастотная техника и та техника пирамидальная конструкция конструктивно совпадали. Волноводы, шлейфы, детали, вплоть до мелочей. Однако в качестве антенны пирамида устроена более грамотно. Пирамидальная антенна работает с учетом магнитного поля Земли. Это особенно важно для дальней космической связи. Фокус находится внутри и совпадает с местом в погребальной камере, где стоит гранитный саркофаг. В пирамиде Хеопса три камеры. Верхняя работает на небольшие расстояния, средняя на более удаленные, нижняя на межгалактические дистанции. В этом фокусе размещается пустая комната. А сконцентрированная сотнями квадратных метров грани пирамиды энергия концентрируется на потолок этой погребальной так называемой камеры, вызывая микровибрацию блоков. И в камере в этой появляется, она является резонатором. Значит, что касается пирамидальной антенны Хеопса, там все резонаторы очень точно подстроены на частоту 438 Гц. Эксперты заметили странную закономерность. В основном все древние пирамиды на планете расположены вдоль северного тропика или 30-го градуса северной широты и ровно с шагом в 18 градусов. Более того, они сориентированы четко по сторонам света и друг друга. С технической точки зрения так располагать объекты нужно только для одной цели — передачи сигнала. Получается, кто-то возвел на планете единый комплекс связи. При вращении Земли они вручают друг другу эстафету непрерывного приема передачи сигнала из космоса. Если мы возьмем, допустим, земной шар, то пирамиды все расположены в пределах северного тропика. А самонаведение антенн позволяет... Одни пирамиды зашли, а другие появились. Эти зашли, эти появились. Этот процесс идет постоянно, учитывая то, что другая планета имеет такое же осевое вращение, у нас получается постоянная система связи, которая работает не так, как у нас, но зато замечательно работает у них. Физики рассчитали, что египетские пирамиды Гизы были созданы для работы со звуковыми волнами. Сторонники этой версии считают, что человек, лежа в саркофаге, мог принимать информацию в виде образов или звука. У каждого вида этого взаимодействия есть некие свойства, на которые можно ориентироваться. Я пытался понять, эти свойства приложимы к пирамидам или нет. И методом исключения пришел к тому, что в данном случае пирамиды Гизы оперировали с акустической волной. Когда исследователи пирамид задались вопросом, а возможно ли проделывать такие сложные операции с помощью пустой гранитной коробки, оказалось, что теоретически возможно. Все дело в свойствах гранита, ведь в основе гранита, как известно, слюда и кварц. А сегодня эти материалы широко применяются в электронной отрасли, ведь кристаллы могут хранить огромное количество информации. Они используются и как преобразователи энергии. Именно тогда была выдвинута гипотеза, а может быть, древние строители пирамид не случайно тащили за 3-9 земель именно гранит? Может быть, в этом был какой-то еще смысл? Так что же такое пирамида с точки зрения современной науки? Это модулирующее или демодулирующее устройство. Представьте себе, что ведь низкочастотный сигнал не пошлешь на большие дальности, а этот сигнал, который, значит, нужна высокая частота. Пирамида работает на сверхвысоких частотах, на сверхчистотах. Но чтобы принести полезный сигнал, на эту сверхвысокую частоту подгружали еще и низкочастотный сигнал. То есть наш разговор, речь, там, хотите, музыку, которая на одной ноте играет. Человек, или, допустим, Бог слышал, что ему передают. Исследователи предположили, что в древности над планетой висело ретрансляционное устройство, которое принимало сигналы пирамид и отправляло их в космос. Как гласят древние тексты, усилительная станция позволяла общаться с богами. Пирамида — это приемопередающее устройство. Высокотехнологичная станция, которая могла посылать сигналы в космос, а на орбите мог быть спутник, который модулировал бы эти сигналы. Да, такая теория есть. Сложно поверить, но в древних храмах сохранилось даже изображение этого устройства. В каждом буддийском или индуистском монастыре есть алтарная модель священной горы Меру, которая является центром мира и осью Земли. Это круглая ступенчатая пирамида со странным аппаратом на вершине. Кто построил на красной планете удивительные технические сооружения, которые ставят ученых в тупик? Кроме трехугольных пирамид, там есть образование и пяти-шестиугольное, более сложное, а есть и какие-то овальные, типа конусов. И как сегодня можно объяснить все легенды и мифы о посещавших Землю богах? Во всех легендах древности у шумеров, у древних египтян, у вавилонян, у них у всех боги приходят с неба и учат людей. Недавно физика открыла, что предметы пирамидной формы преобразуют магнитное поле Земли. Эффект Кирлиана показал четкие столбы энергии, идущие от вершины любой пирамидки. Это часто видно на любительских съемках египетских пирамид. Таким образом, даже монолитная каменная пирамида постоянно шлет вверх сигнал. Это эффект ее формы. А значит, вполне возможно, что египетские пирамиды это устройство, посылающие сигнал в космос. Но куда? Логично предположить, что на обратном конце связи также должны быть пирамидальные антенны. Астрономам известно, пирамиды есть на Луне. Фотоснимки показывают, пирамиды есть и на Марсе. Марсианский регион Сидония известен как центр загадочных артефактов. Здесь расположено более десятка пирамид. Разрешение современных снимков не оставляет никаких сомнений в геометрии этих объектов. Однако размеры их поражают. Высота некоторых 500 метров. Длина основания 2 километра. Они в 5, в 10 раз больше египетских. Для нас они гигантские, а для обитателей марсианской цивилизации, которая мог быть погибла, мог где-то еще живет, более развитая, наверное, она была. До них это было некой нормой. Пирамиды Марса сориентированы на северный полюс планеты. Более того, они расположены не случайно и относительно друг друга. Пирамиды располагаются под идеально прямыми углами. Здесь есть все виды земных пирамид, плюс другие, невиданных конструкций. Кроме трехугольных пирамид, там есть образование и пяти, шестиугольные, более сложные, а есть и какие-то овальные, типа конусов. Причем, вроде бы конусы, как вулканы, можно сказать, но у некоторых конусов совершенно ровно срезана верхняя часть. В некоторых конусах мы наблюдаем опять-таки отверстия, вот такие, которые уходят вниз. Недалеко от комплекса пирамид на Красной планете расположена и еще одна знаменитая загадка. Так называемый марсианский сфинкс с лицом в полтора километра. Существует всего три снимка этого таинственного объекта, который не дает покоя сторонникам гипотезы о том, что этот сфинкс делал рук трудолюбивых марсиан. Первые два снимка были сделаны американским аппаратом «Викинг» в 1976 году. Третья фотосессия была сделана через 30 лет. Давайте посмотрим на эти снимки. Как видно на снимках с более высоким разрешением, все-таки человеческого лица там нет. Есть лишь причудливая игра света и тени. Зато более качественное изображение поверхности Марса поставило и новые вопросы, ибо выяснилось, что фасад этой пятигранной пирамиды монстра имеет три грани под углом в 60 градусов. В природе такие формы не встречаются. Исследователи считают, что существует математическое доказательство связи марсианской цивилизации и земной. Много лет назад Владимир Равинский пережил в египетской пирамиде Хеопса удивительный опыт. Был в пирамиде, заглядывал в саркофаг, так, к пустой, после чего, прямо скажем, чуть не потерял рассудок, произошел какой-то микроимпульсный прокол, что ли я бы назвал. Откуда-то вот там сверху этой пирамиды, которая как бы является концентратором этих земных космических энергий, прошел какой-то как бы лучший импульс. Ну и немножко коснулся моего сознания. Во время своих исследований Владимир Равинский обратил внимание на странную закономерность расположения камней в древней британской обсерватории Стоунхендж. Вот в плане Стоунхенджа обнаружил вот такую странную фигуру пентаграмму особенную. Так? И эта пентаграмма отличается тем, что она построена на 11-ти угольнике. Эта фигура использует угол, равный одной одиннадцатой дуге окружности. А Винский назвал его угол альфа. Ради интереса начал искать его в других сооружениях древних цивилизаций. И нашел в каждом. Ступенчатая пирамида земная укладывается, как здесь написано, в шесть альфа. И буквально все сферы знания подчиняются этому принципу. Или в геометрическом выражении через критический угол альфа умноженный на 2, 3, 5, 6. Или в метрическом выражении 11, 22, 44. Эти числа всегда были священными у тайных обществ. К примеру, в мистическом исламе 11 означает одно из имен Аллаха. Древним Египтом управляли всегда 11 жрецов и арафантов, хранителей знаний. В гробнице Хесера, главного архитектора фараона, были найдены 22 панели, на которых начертаны принципы мировой гармонии. 22 аркана Таро, 33 года Христа и столько же ступеней посвящения в масонском братстве. Когда я дальше копнул все древнеегипетское искусство, так, многочисленные прочие пирамиды и, главное, внутренняя конструкция пирамиды Хеопса полностью контролируется альфа-пента геометрией, как я говорю. А потом Владимир Авинский приложил свой магический пятиугольник к плану марсианских пирамид. Увиденное повергло его в шок. Угол альфы использовался везде. Марсианские пирамиды явно старше земных. Если отбросить древние тексты, то остается беспристрастная геометрия и математика. Она доказывает, сооружения на Земле и на другой планете построены по единому инженерному замыслу. Если мы обратимся к цивилизациям древним, которые не знали еще об НЛО, и в этом отношении они были абсолютно объективными, то во всех легендах древности у шумеров, у древних египтян, у вавилонян, у них у всех боги приходят с неба и учат людей. Любая информация, связанная с пирамидами, приводит к вопросам о происхождении человеческой цивилизации. Существует множество версий, но одна из самых любопытных гласит человек родом с Марса. Прямых доказательств того, что человек действительно появился на Земле с другой планеты на сегодняшний день не найдено. Однако недавно специалисты провели анализ соответствия человеческого организма земным условиям и пришли к неожиданному результату. Человек совершенно не приспособлен к условиям жизни на Земле. Например, сила притяжения на планете совершенно нам не подходит. Для человека она слишком большая. Почему антропологи утверждают, что Земля не родная для нас? Наш воздух, в котором много кислорода, на наше притяжение, которое чуть-чуть больше, чем, ну, вроде бы, как нам было бы приятно, не совсем это вот все, что нам нужно. И где настоящая родина человечества? Атмосфера Марса несомненно была кислородная, плотная. На Марсе существовали океаны. Люди это единственные существа на Земле, которые страдают от варикозного расширения вен, от искривления позвоночника, от остеохондроза. Мало того, человек это единственный вид на планете, самка которого переносит беременность на двух ногах. Все остальные живые существа вынашивают потомство на четвереньках. Это намного удобнее и безопаснее. Почему же тогда человек как удивительно плохо приспособлен к жизни на нашей планете? Если вообще взглянуть на жизнь человеческую, то максимум, пол жизни, максимум, мы живем в комфортных условиях с точки зрения состояния своего организма, здоровья, продолжения рода и интеллектуальных каких-то дел, работы, творчества, создания чего-то, переработки чего-то и так далее. Примерно пол жизни. А остальные мы просто как бы доживаем. Вот мы стремимся, как можно больше продлить наше биологическое существование в то время, как возможно в других условиях, спокойно наше тело позволяло бы нам жить, ну, 200-300 лет. Человеческая кожа плохо реагирует и на солнечные лучи. Полежав на пляже лишние 15 минут, мы начинаем покрываться болезненными волдырями и буквально сбрасывать кожу. если человек появился на планете Земля, то почему он до сих пор не приспособился к ее условиям? Но и это не все. Мы плохо плаваем. Все животные с рождения легко держатся на воде, впервые попав, например, в озеро, они инстинктивно начинают грести. Даже детеныши легко преодолевают широкие реки. Человеку-то, чтобы переплыть водоем, нужно учиться. еще один фактор, который доказывает, что Земля нам чужая, это наши кости. Они слишком хрупкие. Ни одно живое существо, подскользнувшись на ровном месте, не ломает себе конечности. А человеку, чтобы получить перелом руки или ноги, достаточно просто споткнуться. То, что мы живем, ну, грубо говоря, до 100 лет, так в среднем мы живем лет 80. Вообще-то, говорят, тоже парадокс. Потому что, в принципе, когда человек рождается и вот развивает свой организм, вроде бы сил-то очень много. Много энергии, много возможностей потенциально прожить, ну, хоть до 1000 лет. Но мы все время свое здоровье, свои силы не тратим. Тратим на преодоление нашей земной среды, на наш воздух, в котором много кислорода, на наше притяжение, которое чуть-чуть больше, чем, ну, вроде бы, как нам было бы приятно. Давление, которое, значит, окружает нас благодаря нашей атмосфере в одну атмосферу, там, 765 миллиметров ртутного стабла. Не совсем это вот все, что нам нужно. И к старости, когда мы начинаем приближаться, оказывается, что мы вот эти вот ресурсы-то свои жизненные очень быстро потратили. У сторонников теории внеземного происхождения человечества есть и еще один аргумент. Наши космонавты. Дело в том, что в невесомости с организмом человека происходят различные трансформации. Из крови вымывается кальций, кости становятся хрупкими, меняется работа пищеварительной системы, из тела выводится лишняя жидкость, уменьшается вес, а мышцы атрофируются. Однако, все эти изменения происходят достаточно быстро и безболезненно. Человек легко адаптируется к жизни в космосе за 2-3 дня. При этом, вернувшись обратно на Землю, человеческий организм испытывает огромные перегрузки. Чтобы адаптироваться к нормальному земному состоянию, космонавту нужен реабилитационный период, длящийся от нескольких месяцев до нескольких лет. Сторонники теории внеземного происхождения человечества утверждают, что это явное доказательство. Земля человеку чужая. Именно поэтому некоторые ученые считают, что колыбелью человеческой цивилизации могла быть планета Марс. И вот почему. Марс находится в поясе жизни, другими словами, на оптимальном расстоянии от Солнца и обладает почти такими же астрономическими параметрами, что и Земля. В отличие от других планет нашей Солнечной системы, у Марса и Земли есть магнитное поле. Оно защищает цивилизации. Похож и рельеф. Эти два мира имеют горы и равнины, моря и реки. Атмосфера обеих планет состоит из одних и тех же газов. На Марсе есть даже кислород. На Марсе есть несколько десятых процентов кислорода. Я думаю, что этот кислород реликтовый, оставшийся от прежней плотной атмосферы Марса. И атмосфера Марса несомненно была кислородная, плотная, на Марсе существовали океаны. О том, что Марс когда-то был живой планетой, говорит и его цвет. Все привыкли, что сосед Земли красный. Ученые доказали, что поверхность Марса это окисленные, проржавевшие глубинные горные породы. А значит, там точно был кислород и вода. А это главное условие для существования биологической жизни. На Марсе образовался километровый слой коры выветривание, то есть превращение железа из силикатов, из базальтов, эндезитов, грантов, которые составляют кору Марса. Выветривание их возможно только при наличии большого количества воды и большого количества кислорода в атмосфере. Для образования красноцветной коры Марса, по моим подсчетам, потребовалось больше четырех тысяч триллионов тонн свободного кислорода из атмосферы. Для сравнения, на Земле сейчас у нас насчитывается 1200 триллионов тонн кислорода в атмосфере, то есть в три-четыре раза меньше, чем ушло на образование красноцветной коры выветривания Марса. Марс обладал плотной кислородной атмосферой. Это можно объяснить только наличием фотосинтеза на Марсе, богатой растительности, обильной жизни. Но если предположить, что на Марсе действительно когда-то существовали разумные существа, то какова вероятность того, что это должны быть именно человекоподобные существа. Ведь по предположениям ученых, разумные существа могут быть самых разных видов и форм и не обязательно гуманоидами. Однако исследователи Красной планеты убеждены, что жители Марса действительно могли быть нашими предками. Настоящую сенсацию в научном мире вызвали вот эти снимки, сделанные марсоходом Спирит. На некоторых изображениях окаменелые фрагменты напоминающие человеческие черепа. Исследователи считают, что это останки древних жителей Красной планеты. Но и это не все. Зонд запечатлел и другие странные объекты. На Марсе совершенно отчетливо видно какую-то дорогу. Ну, я не скажу железную, но очень похожую дорогу, по которой движется какой-то объект, даже не прикасаясь, как будто он на магнитной подушке идет. Там большой вагон, ну, скажем, он не может сказать, что он ездит, он зафиксирован, он как будто бы летит над этой дорогой. Любопытным подтверждением версии марсианского происхождения человека стали недавние исследования французских ученых. Они решили провести необычный эксперимент. По его условиям нескольких добровольцев поместили в подземный бункер и полностью изолировали от внешнего мира. У людей не было часов, интернета, возможности отмечать прошедшие дни. Проект длился ровно год, и его результаты произвели настоящую сенсацию. Выяснилось, что естественный биологический цикл у человека не 24 часа, как принято считать, а 25. Это открытие совсем ничего бы не значило, если бы не одно но. Именно 25 часов длятся сутки на Марс. Вот ученые и задались вопросом, а не означает ли этот факт, что наши доисторические предки действительно были переселенцами с Красной планеты. Но если предположить, что наши предки бывшие жители Марса, что их заставило покинуть родную планету? Ученые утверждают, причиной великого переселения могла быть глобальная катастрофа, которая уничтожила все живое. Соседа и вызвал необратимые последствия. Однако тот же самый закон космического равновесия, может быть вселенский разум, не дал разумной жизни погибнуть, а предоставил шанс продолжить ее на другой, заранее подготовленной для этого планете под названием Земля. Скорее всего, считают некоторые исследователи, человекообразные марсиане находились на том этапе интеллектуального развития, который позволял спрогнозировать планетарную катастрофу и заранее отправить своих посланцев для продолжения рода на другой планете. Если эта гипотеза верна, то получается, что боги, спустившиеся на Землю с небес на огненной колеснице, как об этом пишется в библейских источниках, не фантазия древних авторов, а исторический факт. Конечно, высокоразвитая цивилизация знала, что они обречены. Они ожидали этого удара и, конечно, должны были принять какие-то меры. Одной из них являлось, конечно, образование подземной цивилизации на Марсе, которая выжилась и сейчас, наверное, существует. А второе это, возможно, перебазирование на соседнюю планету. Впрочем, некоторые эксперты считают, что все могло оказаться еще сложнее. По одной из версий, Земля могла быть всего лишь одной из планет, куда марсиане отправились искать лучшие доли, а остальные расселились в космосе более комфортно. Столкнувшись с земными трудностями, потомки марсианских переселенцев постепенно деградировали, растеряли технологии своих предков, что и определило настоящий ход земной истории. Кстати, эта же гипотеза не исключает того, что более удачливые потомки марсианских переселенцев с других планет клонировали нас с вами искусственно. А в качестве наблюдательной лаборатории они пришвартовали к Земле Луну. Совсем недавно эта версия косвенно подтвердилась. Посмотрите на эти кадры. Их сделал японский автоматический зонд Кагуэ. Он обнаружил на Луне удивительный тоннель, который расположен недалеко от вулканического плато холма Мариуса. Судя по данным, которые передал зонд, ширина этого тоннеля просто огромная. Несколько сотен километров. Но самое главное, он ведет под поверхность Луны. На глубину приблизительно 85 метров. Это может означать только одно. Если внутри Луны кто-то есть, то этот кто-то может запросто, воспользовавшись этим тоннелем, на космических кораблях выбираться на просторы Вселенной, а потом возвращаться назад. На Луне обнаружен не только один вот этот тоннель. На Луне обнаружена целая система тоннелей. Естественно, что при угрозе метеоритных ударов вся деятельность в основном сосредоточена в глубине грунта. В глубине грунта. И вот эта система тоннелей охватывает практически всю Луну и простирается от Южного полюса и до Северного полюса. И идет также в радиальных направлениях. Пару лет назад астрономы-любители сумели сделать вот эту видеозапись. На ней отчетливо видно, как совсем недалеко от тоннеля пролетает огромная черная тень. Впечатляют огромные размеры тени. Около 20 километров в диаметре и скорость ее перемещения. За две секунды тень проходила около четырех сотен километров. Подобные факты упрямая вещь. Появлялись какие-то пики, там они отбрасывали длинные тени. Видеотехника зафиксировала пролет каких-то непознанных объектов. Они взлетали с лунной поверхностью, стремлялись к Земле. То есть Луна живет своей жизнью, которая трудно объяснима с точки зрения человеческого разума. Если Луна действительно является искусственным спутником Земли, то как, когда и главное, кто запустил ее на земную орбиту? Многие исследователи уверены, на орбиту Земли ее могли запустить только высокоразвитые цивилизации. Если это так, то возникает еще один вопрос. Зачем они это сделали? Как ни парадоксально это прозвучит, но некоторые исследователи утверждают, для того, чтобы появились мы с вами. Астрофизики выяснили, что если бы Луна висела в другом месте, человечество никогда не появилось бы на свет. Ведь именно Луна помогла собрать строительный материал для самой первой клетки на Земле. Известно, что земной спутник отвечает за приливы и отливы на планете. А жизнь зародилась именно в воде. Получилось это так. Гуляя по своей орбите, Луна провоцировала перемещение водных масс на Земле. Из-за этого молекулы аммония, цианидоводорода, формальдегида, которые лежали на морском дне, перемешивались в мировом океане до тех пор, пока в один прекрасный день не собрались в сахара, аминокислоты, а те потом в единое целое. Так, благодаря Луне, началась эволюция на планете Земля. Получается, что Луна, подобно гигантскому космическому черпаку, много миллионов лет взбалтывала содержимое нашей планеты. До тех пор, пока этот земной котелок не вскипел и на радость всем нам на планете не возникла жизнь. Однако возникает другой вопрос. Кто наполнил этот котелок всем необходимым для приготовления жизни? Кто автор рецепта, по которому с филигранной точностью в нашу землю была залита вода, которой на ней отродясь не было, все эти древние цианиты и формальдегиды? Кто тот загадочный повар, что приготовил на нашей планете первородный суп жизни? Ответа на этот вопрос нет. Принято считать, что этим поваром является вселенский закон большого взрыва. Однако доказано, что воду на древнюю землю принесли астероиды. Кто жил на нашей планете задолго до нас? На Земле существовала высокоразвитая цивилизация. Почему исследователи уверены, что легендарная Атлантида вовсе не вымысел? После гибели цивилизации все эти рассказы о потопах сохранились у их потомков. Ну и они опять-таки совпали у разных народов. Вот так выглядит главный пояс астероидов Солнечной системы. Он расположен между Марсом и Юпитером. По приблизительным подсчетам в его состав входят 50 тысяч космических булыжников. Удивительно, но как и все планеты нашей системы, он располагается на определенном расстоянии от Солнца, рассчитать которое можно по специальной формуле. Однако удивительно даже не то, что местоположение этих астероидов в космосе строго предопределено, а то, что по всей видимости они там оказались совсем не случайно. До того, как сгруппироваться в пояс, они блуждали по космосу. В те далекие времена Землю часто бомбардировали астероиды. А значит, они могли занести основу для примитивной жизни на нашей планете. Те самые химические элементы, которые спустя тысячелетия Луна при помощи своей гравитации перемешала в воде. К такому выводу пришли ученые из лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса совместно со специалистами из университета Ноксвилла. В течение шести лет астрофизики Эндрю Ривкин и Джошуа Имери при помощи инфракрасного телескопа Мауна Киа на Гавайях изучали один из астероидов пояса Фемиду. Наблюдая за отраженным от астероида солнечным светом, при помощи особой техники ученые нашли в нем углеродно-волоконные связи, то есть простейшие химические соединения, как на Земле. Академик Розанов, который является на сегодняшний день самым большим специалистом палеонтологии и в нашей стране и в мире, уверенно подтверждает, что по-видимому именно эти структуры, которые мы нашли в этом метеорите, являются, происходят от минерализованных остатков живых бактерий. Удивительно, но для того, чтобы на Земле зародилась жизнь, должна была произойти целая цепочка событий. Сперва астероиды должны были усиленно атаковать нашу планету и оставить на ней множество химических элементов. Занесенные из космоса элементы непременно должны были оказаться в воде, чтобы гравитационные воздействия Луны перемешали всю эту смесь, благодаря которой и возникла первая живая клетка. Невероятно, но несмотря на то, что Луна является самым близким к нашей планете небесным телом, о ее происхождении ученым до сих пор мало что известно. Правда, в одном экспертные мнения сходятся. Она сыграла значительную роль в возникновении человеческой цивилизации. Если бы Луны не было, нас бы не было. Вот это то, что можно сказать однозначно, по разным причинам. Во-первых, нам было сложно возникнуть, во-вторых, нам было сложно уцелеть. Гравитация Луны удерживает Землю под наклоном 23 градусов. Поэтому та не беспорядочно вращается вокруг своей оси, а стабилизирована в космическом пространстве. Благодаря этому мы переживаем комфортную смену времен года. Если бы спутника рядом не было, лето, осень, зима и весна ежегодно наступали бы в разное время и в разных местах планеты. По климату Урал стал бы Сахарой, а тропические леса покрылись бы льдом. Температура в таком случае колебалась бы от минус 100 до плюс 100 градусов по Цельсию повсеместно и бесконтрольно. Из-за такого хаоса процесс развития человеческой цивилизации приостановился бы. Ведь именно благодаря четкому делению на сезоны был придуман самый первый в мире календарь, и люди научились считать. Луна является как бы гравитационным якорем, который балансирует систему Земля-Луна, причем балансирует с такой эффективностью, что наши сутки продолжаются 24 часа зимы и лето у нас достаточно благоприятны для возникновения и развития жизни и так далее. Некоторые исследователи считают, расположение Луны было предопределено кем-то или чем-то заранее, для того, чтобы она помогла людям эволюционировать и защищала их от разного рода угроз. Получается, что кто-то мудрый и сильный за пределами Вселенной бережет нашу жизнь как зеницу ока. Даже если на Земле произойдет апокалипсис и на ней вымрет последний микроб, земная жизнь как обрывок мелодии на заезженной пластинке бесконечно будет появляться вновь и внутрь. И это говорю не я, это говорит нобелевский лауреат Гарольд Юру. Чтобы доказать эту гипотезу, он провел простой эксперимент. Ученый собрал в пробирках простейшие микроэлементы, смоделировав условия, которые существовали на Земле на заре времен. Через несколько дней ученый проснулся еще более знаменитым. Ибо буквально из ничего и святого духа в пробирках появились органические вещества, которые и есть предтеча жизни. Невероятно. Но после этого эксперимент продолжался еще полвека. За это время в стеклянных резервуарах выросло еще 17 строительных кирпичиков жизни. Возможно, если бы они пролежали на полках лаборатории еще миллион лет, оттуда появились бы первые беспозвоночные. Все это говорит о том, что Луна, находясь на своей орбите, способствовало зарождению жизни и ее развитию в дальнейшем. Если бы не было Луны, Земля вращалась бы с очень высокой скоростью. И сутки наши были бы порядка шести часов. И вот эта высокая скорость вращения и нестабильность поведения Земли привело бы к тому, что наши зимы, наша зима и лето носили бы очень жесткий характер, практически неприемлемый для развития биологических форм жизни. Поэтому вот это вот состояние, гравитационное состояние комплекса Земля-Луна играет чрезвычайную роль для многих аспектов эволюции жизни на Земле. Ученые предполагают, что когда-то Земля вовсе не вращалась. И все из-за того, что у нее было два спутника, две Луны. Осколки нашего второго спутника по легенде нашли на севере Аргентины в районе Кампа Дель-Сьело. Название местности переводится как Небесное поле. Экзотическое имя территория получила от древней индейской легенды. Она гласит, что однажды пошел дождь из камней и засыпал все живое. Глыбы чистого железа в Кампа Дель-Сьело находили еще в 16 веке. Вскоре началось исследование местности. Ученые сделали вывод. Огромный метеорит, который упал на Землю, необычное небесное тело. Оно вращалось вокруг Земли по эллиптической орбите и медленно приближалось к нашей планете. В конце концов, оно сблизилось с Землей, вошло в атмосферу и распалось на множество фрагментов. Эти огромные обломки находят и сегодня. Почему вторая Луна тогда упала на Землю, выяснить так и не удалось. Как неизвестно и то, упадет ли Луна на Землю снова. Даже научные фантасты не рискуют высказывать такую гипотезу, что Луна может когда-то упасть на Землю. На Земле есть места, которые о древнейшей истории планеты рассказывают наглядно. Одно из таких мест Гранд-Каньон. Великий каньон находится на плато Колорадо, штат Аризона в США. Длина этого огромного оврага 446 километра. Ширина колеблется от 6 до 29 километра. Это связывает как раз с падением где-то 60 миллионов лет назад очень большого астероида, который ударил по Земле по касательной. По подсчетам ученых вес этого астероида был всего лишь в 5 раз меньше нашей Земли. И удар был такой силой, что прийдись он чуть ближе к экватору, наша планета вообще исчезла бы с лица Вселенной. Какой была жизнь до этого удара? Сегодня мы имеем только приблизительный ответ. Еще в начале 20 века геологи установили, что 65 миллионов лет назад на планете произошло мегапалеогеновое вымирание. Исчезли динозавры и мегалодоны. И сотни видов маленьких и больших чудовищ, которые были полноправными жителями нашей планеты. Во время этого вымирания исчезло больше половины всех видов растительности и живых существ. Значит, продолжительность этого вымирания достаточно коротка. Мелкая назойская, это когда динозавры вымерли. В конце февраля 2013 года группа вулканологов, геологов и океанологов сделала невероятное открытие. Атлантида действительно может быть поглощена океаном, а легендарный тихоокеанский континент Му мог исчезнуть из-за огня и воды. И более того, и Лемуре, и Гиперборея могли быть совершенно реальными землями. Точнее, все они вместе раньше составляли одну землю единый континент, который потом раскололся и погиб. А древнейшие мифы рассказывают об этой истории. Период этой перестройки примерно 600 миллионов лет. В итоге каждой перестройки сначала формируются все континенты вместе, сбиваются в Пангею, а до Пангеи была Палеопангея в районе миллиарда лет. В это трудно поверить, но недавно ученым удалось найти на дне Индийского океана целый материк, который не могли обнаружить раньше. Оказывается, его просто не замечали под островами Маврикий, Реюньон и Родригес. Эти три острова относятся к Маскаренским островам, и появились они из-за извержений вулкана. Маврикий самый старый из этих островов. Ему примерно 10 миллионов лет. Реюньон и Родригес моложе. Им всего по 2 миллиона лет. И самое удивительное, Реюньон до сих пор формируется. На нем работает вулкан Питон-де-Ла-Фурнес, один из самых активных в мире. Именно из-за молодости этих островов ученые и не рассчитывали найти что-то новое рядом с ними. Но совершенно внезапно спутники обнаружили странную аномалию в этом районе мирового океана. Дело в том, что толщина земной коры здесь составляет больше 25 километров. Но в океанах это значение не должно превышать 12 километров. Так геофизики нечаянно наткнулись на огромную литосферную плиту. Остров Маврики у него действительно континентальная кора. Не океаническая, потому что океаническая кора и континентальная они отличаются. Если они нашли там граниты в Индийском океане, то может быть если версия ученых верна, то когда-то это был целый материк, который погиб и на нем погибло все живое. Но кто мог обитать на этом куске суши? По мнению ряда исследователей, там могли жить древнейшие разумные обитатели Земли. Погибшая в катастрофе протоцивилизация. Отсюда и родились мифы об Атлантиде, континенте Му и прочих погибших землях. На Земле существовала высокоразвитая цивилизация, у которой существовали рассказы о древних, вот о том же Триасовом потопе. Они сами с ними не сталкивались, но лучше они знали о них. После гибели цивилизации все эти рассказы о потопах сохранились у их потомков, ну и они опять-таки совпали у разных народов. Ученые обнаружили поразительные подводные пирамиды. Кому понадобилось строить их под водой? Они были изнутри похожие размерами на мексиканскую, то сейчас мы уже точно можем говорить. Почему археологи уверяют, что подводные пирамиды построены задолго до появления человечества? Им десятки тысяч лет, то есть они были построены еще до последнего ледникового периода. Какими технологиями обладали древние цивилизации? Идеальный вертолет, причем с вырезом таким как бы на своем брюхе, явно для перевозки грузов. И почему нам заново пришлось изобретать колесо? Это 16 тысяч лет назад ориентировочно в результате падения крупного планетоида как раз в район Тихого океана произошло сильнейшее землетрясение, пролом земли. Есть на земле еще одно загадочное место. У японских островов под водой обнаружен огромный город пирамид. Уже более 20 лет его исследуют морские геологи. Андрей Макареевич наш замечательный музыкант и любитель подводных погружений специально отправился в Японию чтобы попытаться понять что там на самом деле. Его мнение для нас особенно ценно, потому что Андрей Макареевич известен как человек умный и здравомыслящий. Но даже он побывав на месте считает что природа сама по себе бессильно создать такое великолепие. Вот на этом сооружении есть вещи которые ну сами по себе появиться никак не могли. вот такие как на верхней гладкой плоскости прямоугольного сечения каналы которые под прямым углом вот так проходят это явно что-то рукотворное. Кажется что этот город был построен для великанов. Блоки напоминают собой огромные террасы. Даже есть обводная дорога. А рядом что-то похожее на стадион или место проведения каких-то собраний. И опять же разместиться удобно тут могли только очень рослые люди. И центр города сама центральная ступенчатая пирамида Йонагуни огромна. Все-таки это высотой в семиэтажный дом и длиной чуть больше футбольного поля. Это большой масштаб. Но поразительнее всего то что породы обработаны так словно применялось современное оборудование. Сделаны отверстия похожие на те через которые в наше время прокладываются кабели. Какие-то невероятные инструменты тысячелетия назад пилили, сверлили и резали эти лавовые и каменные породы. Ученые, которые изучали монумент Йонагуни, выдвигали множество предположений о том, кто и для чего его создали. Одни считали, что это часть города, другие называли причалом, третьи видели сходство с древними кладбищами и усыпальницами. До Великого Потопа, это где-то примерно 10 тысяч лет назад, когда уровень океана был как раз в среднем метров на 30 ниже, вот это сооружение было на берегу. Возможно, это было какое-то прибрежное сооружение. Вот эти круглые отверстия на равном расстоянии, может быть, туда вставлялись какие-то столбы, скорее всего. Но это свидетельство того, что до потопа была жизнь и пусть там и примитивная, но какая-то культура. Неужели это остатки легендарной Атлантиды? Но древние тексты однозначно помещают ее в Атлантический океан, а не в Тихий. И мегалит Йонагуни далеко не единственная подводная пирамида в мире. В районе Бимени в 1970 году увидели кристальную пирамиду. Один ученый из Сан-Диего доктор Браун определил, что эта пирамида находилась ниже уровня моря под водой на умеренной глубине, но достаточной для того, чтобы сказать, что она была построена изначально под водой. Исследования продолжаются до сих пор. Невероятное открытие недавно сделали российские океанологи в экспедиции к священному озеру Фушиан в предгорьях Тибета. Местные легенды гласят, что всего полторы тысячи лет назад в его центре был остров, на котором стоял удивительной красоты город-храм. Золотой город, ушедший под воду, и вторая легенда морской народ, в переводе с китайского языка морской народ, который ушел в озеро и не вернулся. Китайский дайвер совершил погружение в озеро и увидел руины и черепки битой посуды. Однако полноценные исследования требовали специального оборудования. Тогда и были приглашены специалисты из России. Военные показали дайверам фотографии дна озера, сделанные сонаром бокового обзора. Там были видны четкие прямоугольные строения из огромных каменных блоков. Но главное открытие ждало россиян при погружении. На дне посередине руин они своими глазами увидели огромную ступенчатую пирамиду. Там находится пирамида лестница, похожая размерами на мексиканскую. Это сейчас мы уже точно можем говорить, поскольку есть в метрах расстояние каждой ступени и можно сравнить с мексиканской пирамидой. Находка сразу же стала мировой сенсацией. Историки окрестили руины китайской Атлантиды. Никогда ранее под водой и тем более в Китае не видели ничего подобного. Это строение мексиканской пирамиды оно больше всего вызвало загадок, оно больше всего вызвало вопросов к китайской истории. Этот каменный город с этой лестницей, непонятной лестницей отношения не имеет, потому что их не с чем сравнивать. Нету в китайской культуре таких городов. Исследования продолжаются. Ученые пытаются определить, почему таинственный город ушел под воду. Скорее всего, случился страшный природный катаклизм. Несомненно, пирамиды были построены над водой, и причиной того, что сейчас они находятся под водой, является повышение уровня моря, или какая-то катастрофа, если мы говорим об озере. В тех случаях, когда пирамиды находятся в море, мы можем сказать, что им десятки тысяч лет, то есть они были построены еще до последнего ледникового периода. Находка в озере Фушиан очень напоминает археологическую загадку на дне у берегов японского острова Янагуни. В 1999 году мне посчастливилось поговорить с главным исследователем Янагуни, и он сказал мне, что есть доказательства того, что раньше эти постройки находились над уровнем моря, и они были построены около 12 тысяч лет назад. Может ли храм в Китайском озере быть осколком той же самой цивилизации? Китайские же археологи после консультации с геологами и отдали им пробы камня, грунта и керамики, которая там была, они дали две даты. Две даты для землетрясения, которое произошло на этом месте. Вот по этим двум датам, их можно назвать 5,5 тысяч лет или 12 тысяч лет, вот исходя из этих дат, уже можно говорить о предположительном возрасте самой находки самого города. Какой загадочный народ сумел построить грандиозные пирамиды задолго до расцвета цивилизации Поднебесной? Путь к разгадке этой тайны возможно укажет знаменитый исторический документ Труанский манускрипт. Это текст древних индейцев майя. Он был найден на полуострове Юкатан французским археологом Брассером Дебургом и сейчас хранится в Британском музее в Лондоне. Именно этот документ детально повествует о гибели загадочного древнего материка в Тихом океане. В манускрипте прямо сказано «В год шестой ан в день одиннадцатый мулук месяца Сак начались ужасные землетрясения, которые продолжались до 13-го Чуэн без перерыва. Страна холмов земли страна Му была принесена в жертву. Дважды сдвинувшись исчезла в течение ночи, непрестанно сотрясая огнями из-под земли. Наконец, поверхность земли не выдержала и 10 стран были разорваны и рассеяны. Они затонули вместе с 64 миллионами жителей за 8060 лет до того времени, когда пишется это. Это абсолютно подлинный текст и его содержание прямо говорит об исчезнувшей цивилизации. То же самое написано еще в одном источнике Майя кодексе Кортеса. Получается 14 лет 16 тысяч лет назад ориентировочно в результате падения крупного планетоида как раз в район Тихого океана произошло сильнейшее землетрясение, пролом земли. Пролом земли мы можем оценить как раз оценивая глубину Марианской впадины. 11 километров трещина образовалась в глубину. И соответственно вся эта территория она затонула. Плюс к этому вопрос, который мы уже обсуждали по поводу появления воды. И эта территория вдруг накрывается водой. То есть она откуда-то берется эта вода. От Пацифиды остались острова. На этих островах есть пирамидальные комплексы сохранившиеся. Я говорю о комплексах, которые на сегодня малоизвестны или вообще неизвестны науке. Их еще предстоит открыть. Древние тексты донесли до нас рассказы о гибели двух цивилизаций. А это значит, что история древнее, чем принято считать. И вот доказательства. Это стена пещеры Корионг. Она находится в Австралии в штате Новый Южный Эльс в Национальном парке всего в 100 километрах к северу от Сиднея. Рельефы, найденные здесь, перевернули все представление о времени освоения планеты человеком. Дело в том, что стены Корионга расписаны значками, которые однозначно относятся к египетским иероглифам. Причем их здесь более 250. Именно поэтому считать рисунки случайностью невозможно. Египет знал об Австралии, Египет посылал туда экспедиции и находка в Австралии сначала в 30-х годах, а потом в 61-м году свидетельство о том, что там находились египтяне. То есть в первый момент было непонятно, как неизвестная чуждая культура образовалась на территории Австралии. Это была загадка. Иероглифами покрыто примерно 4 метра поверхностей друг напротив друга. Так как сверху этот естественный грот прикрыт каменной плитой, за тысячи лет вырезанные в камне значки не пострадали от выветривания и дождей. Посмотрите, вот священная птица Ибис. За ней следует изображение моря и корабля. Вот египетский крест Танг. Один из самых значимых в древнем Египте иероглифов. Он значит ключ жизни или ключ Нила. Это знак фараонов. И даже фигурки людей на стенах Австралийской пещеры изображены согласно древнеегипетскому канону. Первое, что обнаружили, это обнаружили вот эти две стены и сверху была положена плита, которая чуть была наклонена. И на обоих стенах были нарисованы иероглифы. Но иероглифы были нарисованы настолько криво и настолько они не совпадали с обычным официальным языком Египта, который мы знаем по сохранившимся дворцовым записям. Сначала сказали о том, что это фальсификация. Однако вскоре подлинность иероглифов была подтверждена. Но тогда возник следующий вопрос, откуда иероглифы в Австралии? И кто мог высечь их за тысячи километров от родины пирамид? Неужели древние египтяне? Загадку разгадал египтолог Рэй Джонсон. Он смог перевести все эти надписи. Оказалось, что древние надписи это рассказ о путешествии древних египтян. Нас вынесло на странную и враждебную землю, писал неизвестный автор. А дальше он описывает гибель их предводителя от укуса змеи. Но самая главная сенсация была впереди, потому что когда текст был расшифрован доктором Джонсоном полностью, выяснилось, что погибший предводитель был не кем иным, как внуком самого фараона Хеопса. Эта сенсационная находка и позволила установить дату визита египтян на далекий континент 2566-2540 года до нашей эры. Специалисты взяли, начали смотреть архивы египетские, они обнаружили о том, что действительно посылал сын фараона, посылал двух своих сыновей, братьев, в экспедицию вокруг света. У них были крупные галеры, у них были корабли, которые способны были переходить уже крупные океаны. они начали первые пользоваться парусом. Таким образом было установлено, что за тысячи лет до начала новой эры жители Египта отправлялись в морские путешествия, даже к берегам Австралии. И находки, сделанные в Египте, подтверждают эту еще совсем недавно казавшуюся невероятной гипотезу. Например, вот такие типично австралийские бумеранги использовались древнеегипетскими охотниками на птиц. Они назывались охотничьи палки. Такое оружие было найдено во множестве захоронений, даже в Грецестве, теми на близких контактах двух народов. Так, в феврале 1964 года в Египте была обнаружена гробница женщины, похороненной приблизительно в тысячном году до нашей эры. Специалисты подробно исследовали останки, в том числе провели анализы химического состава. Совершенно невероятно, но эта женщина была забальзамирована с применением эвкалиптового масла. При этом археологам и историкам достоверно известно, что эвкалипт не рос в Египте до тех пор, пока его не стали использовать как абсолютно оккультуренное растение. То есть к концу 19 века. При этом родина эвкалипта является именно Австралия. Получается, что за тысячу лет до нашей эры египтяне привозили это растение из Австралии. Экспедиция из того же Египта доходила до Нила, по Нилу до Красного моря, по Красному морю выходила в Индийский океан и потом двигалась вдоль побережья, что для путешественников было несравненно удобнее. Во-первых, в случае шторма они всегда могли найти какое-то укрытие, бухту, переждать эти штормовые неприятности. Кроме того, если у них кончались запасы пресной воды и продовольствия, то уже можно было пристать, пополнить и то, и другое и продолжать свои путешествия. Вот и еще один артефакт, который прямо говорит о таких контактах. Мумия, обнаруженная на острове Дарнли, входящем в состав Австралии еще в 1875 году. Она до сих пор хранится в музее Австралии. Сразу же после обнаружения этого захоронения мумия была изучена доктором медицины Рафаэлем Силенто. Он подробно описал все разрезы и метод бальзамирования этого тела. Выяснились совершенно удивительные подробности. Эту мумию за тысячу лет до нашей эры изготовили ровно так же, как это практиковали в Египте две с половиной тысячи лет назад. Получается, египтяне учили древних австралийцев делать мумии. Ведь точное соответствие методик мумифицирования не могло быть случайным. Их торговые связи распространялись по всей планете. Как и любой стране, им нужны были товары, к которым они привыкли, которые они использовали. То же самое вот эвкалиптовое масло, которое было перевезено из Австралии. Но если даже предполагать, что египтяне за тысячи лет до нашей эры выходили через Нил в Красное море, затем пересекали воды Индийского океана, да еще и огибали Австралийский континент, то это никак не объясняет нарисованных на стенах пещер лошадей. Рисунки, датированные почти 30 тысячами лет до нашей эры, никак не могут быть связаны с египтянами, так как в стране фараонов ездить на лошадях и использовать их как рабочий скот, начали лишь с приходом семитских народностей. А это случилось не ранее 2134 года до нашей эры. Выходит, лошадей в Австралию привез кто-то другой и задолго до того, как появилась египетская цивилизация. Рисунки, которые были найдены и в этом году и до этого, указывают на животных, которые похожи на лошадей, но здесь по этим рисункам сложно что-то как-то судить. Египет мог привезти, но, наверное, не в эту экспедицию, про которую мы рассказываем, потому что в эту экспедицию они потерпели кораблекрушение. Одни ученые заявляют, что найденные артефакты и рисунки необъяснимым образом оказавшиеся в другой точке земного шара случайность или мистификация. Другие доказывают, история, которая нас учит в школе, не вполне соответствует действительности. Вполне возможно, наши далекие предки были настолько развиты, что умели даже перемещаться по воздуху. У них, по мнению некоторых исследователей, были транспортные средства, аналогичные нашим самолетам и вертолетам. Эта гравюра в 19 веке была обнаружена археологами в египетском городе Абедосе. Долгое время ученые не могли понять, что же на ней изображено. И лишь в 20 веке исследователи выдвинули предположение. На гравюре изображены вертолеты и подводные лодки. Идеальный вертолет, причем с вырезом таким, как бы, на своем брюхе, вырез такой, явно, что этот вертолет использовался для того, чтобы какой-то типа сундука или камня, какой-то предмета, под него должен был подвешиваться, и он его должен был тащить. Явно для перевозки грузов. Но как художник, живший за несколько тысячелетий до нас, мог изобразить устройства, изобретенные лишь в 20 веке? Быть может, действительно, то, что мы считаем новейшими изобретениями, причисляем к прорывам инженерной мысли 20 и 21 века, это просто хорошо забытое старое. И на самом деле, эта техника была придумана задолго до нас. Либо, значит, что-то случилось серьезное, когда вдруг технологии, знания на какое-то время исчезают, то есть они утрачиваются. И потом людям приходится начинать все как бы заново. Понимаете, да? А это говорит только, скажем так, о какой-то катастрофе, которая была на памяти, на исторической памяти, скажем так, человечества. Потому что есть еще так называемая доисторическая память. Вот еще один известный пример. Французский ученый Анри Лот во время экспедиции в Сахару обнаружил странный наскальный рисунок. Экспертиза установила, изображение появилось на стене пещеры примерно в 6000 году до нашей эры. Археологи назвали рисунок этого шестиметрового существа великим богом Марсом. Самое удивительное заключалось в том, что изображение очень похоже на современных космонавтов. Не сложно угадать на этом рисунке нечто похожее на шлем и скафандр. А на заднем плане объект, напоминающий известные нам изображения НЛО. Существа антропоморфные, правильно, да? То есть человекоподобные, правильно, да? Вот. То есть это мог быть изображен какой-то наш предок, например, да, в космическом каком-то костюме, в каком-то защитном костюме. Согласитесь, трудно представить, что этот рисунок исключительно плод буйной фантазии человека, жившего 8 тысяч лет назад. Но если нет, тогда откуда он это взял? Вывод один. Он рисовал то, что видел. А получается, что видел он настоящего космонавта. Кстати, этот пример далеко не единичный. Практически у каждого народа есть легенды с описателями летательных аппаратов и ангелов, спускающихся с небес. Историческая наука утверждает, эти легенды и рисунки не что иное, как фантастическое отражение реальной жизни древних людей. Так они украшали свою действительность богатырями на летающих драконах, волшебными мечами и прочими чудесами. И все встает на свои места в этой истории, если бы не антропологи. Эти ученые люди, которые изучают человека, утверждают, не мог древний автор сам придумать такое. Дело в том, что человек на ранних этапах развития просто не способен на абстрактные фантазии. Он мог что-то придумывать и сочинять сказки, только используя реальные факты из окружающей его жизни. Древние ничего не придумывали так просто. Они фиксировали то, что видели. Древние легенды и сказания не что иное, как воспоминания о каких-то неведомых нам этапах жизни человечества. В качестве доказательства ученые приводят уникальное сооружение, так называемый Адамов мост, проложенный между Индией и Шри-Ланкой, полуразрушенный, покрытый водой, но от этого не менее величественный. Местные жители называют эту каменную цепочку, соединяющую две страны, мостом Рамы. Кстати, вплоть до 15 века по мосту Рамы можно было пройти пешком. Когда и кто построил этот мост, наука ответить не может. Однако его возведение описывается в древнеиндийском эпосе Рамайна. Действие, если верить этому древнему источнику, происходило около 1 миллиона 200 тысяч лет назад. Записан же эпос был около 4 века до нашей эры. Так вот, в Рамайне написано «Мост строили боги». Руководил строительством Нал, сын божественного зодчего, а строителями были люди и армия обезьян». Сооружение такого моста могло длиться веками. Он словно высокий каменный хребет выступал из воды, был наложен на дно океана. Для такого строительства могло бы потребоваться чуть ли не все население тогдашней Индии. Может, поэтому легенды указывают, что людям помогали обезьяны. По сказкам они могли строить, воевать, подчиняться всем приказам богов и людей. Длина этого моста составляет 30 километров. И сегодня построить такое сооружение настоящий трудовой подвиг. А тогда в незапамятные времена и вовсе. Путешествия по этому мосту дело долгое. Любопытно, что в древних легендах самых разных народностей нет ни одного упоминания о каких-либо волшебных самоходных повозках. Хотя, казалось бы, это придумать проще всего. Смотри на телегу, которую тянет лошадь, и фантазируй сколько древней душе угодно. Зато описаний летающих аппаратов множество. И управляли этими летающими колесницами боги. Религия утверждает, что мы, люди, это венец творения, а наука, что мы, это вершина эволюционного развития. Мы воображаем себя самыми прекрасными, самыми великими во всей вселенной. Мы отрицаем гипотезу о том, что человек не единственное разумное существо во вселенной, но тем самым создаем себе психологическую проблему. И мы не готовы к встрече с ними. Но когда-то эта встреча произойдет. Одну из своих книг я так и озаглавил «Шок из-за богов». Когда-нибудь человечество будет шокировано, потому что оно отказывается верить тому, что было доказано давным-давно. Что ж, мне остается только добавить. Наука пока не дает ответ на вопрос, посещали нашу планету представители внеземной цивилизации или нет. Но сегодня мы знаем точно, что жизнь, по крайней мере, на Марсе действительно была. А это значит, что мы во вселенной все-таки не одиноки. И значит, крохотная надежда, но все-таки есть. Надежда на то, что тысячи лет назад в небе древнего египетского царства раздался гром и клубы дыма, и на огненные колесницы боги спустились с небес. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Вместе с вами был Игорь Прокопенко. До встречи на просторах Вселенной уже в следующий вторник, но не в 8 часов вечера, как это было раньше, а в половине девятого. Но и это еще не все. Прямо сейчас вас ждет пища богов. Не переключайтесь, потому что будет вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова